В эфире программа «Сейчас в регионе». С вами Алексей Шемякин. Здравствуйте. Три крупные деревни в Вельском районе остаются без транспортной связи с райцентром. Дорожникам пока не удалось ликвидировать размыв проезда на трассе на Пежму. Уже сейчас известно, что ущерб, нанесенный региональным дорогам весенним паводком, составляет около 7 миллионов рублей, однако подтопления продолжаются из-за обильных дождей. Кроме Вельского района, повреждения дорожного полотна зафиксированы в Устьянском, Пинежском, Холмогорском и Лешуконском районах. Добыча трески и пикши в Архангельской области будет увеличена. Это стало возможным благодаря пересмотру квот. Весь объем рыбы, который не реализует в научно-исследовательских целях, перераспределят в пользу прибрежного лова. Это позволит рыболовецким колхозам продолжить промысел, поскольку все квоты на этот год они уже освоили. Конкретные объемы дополнительных квот рыбакам Архангельской области определяют приказом Росрыболовства. Стоит заметить, что по итогам прошлого года предприятия региона добыли 138 тысяч тонн промысловых рыб. Сегодня Архангельск порастился с Алексеем Верещагиным. Он скончался 21 июня на 57-м году жизни после продолжительной болезни. Траурная церемония прошла в Большом зале Поморской филармонии. Директор агентства Архангельск-Автодор, вице-губернатор регионального правительства, друзья и коллеги Алексея Верещагина, которые пришли на траурную церемонию, отметили, какие бы посты ни занимал Алексей Федорович, он всегда был добрым, ответственным и порядочным человеком, преданным родной Архангельской области и своим проектам, которых было немало. За большой вклад в развитие дорожной отрасли Верещагин был награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством 2-й степени, нагрудным знаком почетный дорожник России 1-й степени. Ушел жизнь для нас, для дорожников, ушла целая эпоха. Ушла эпоха Верещагина, человек, который на самом деле всей своей жизнью показывал, как надо жить, показывал свои отношения к жизни, к работе, к семье. Это добрейший души человек, профессионал своего дела, и больно, когда уходят молодые. Я считаю, что он молодой, полон сил и энергии, и очень много бы мог сделать для области, для города, для горожан. Мы скорбим, и очень жалко, что в таком, еще очень даже работоспособном возрасте люди талантливые, люди уходят от нас, и мы скорбим, и свои соболезнования передаем родным, близким, друзьям ему. Вечная память. Похоронили Алексея Верещагина на Вологодском кладбище. Продолжаем выпуск. В эти выходные в Вельском районе стартует беговой сезон в Хорошевском коневодческом комплексе. В День молодежи на его площадке пройдут конно-спортивные соревнования, своего рода разминка перед скачками на приз губернатора Архангельской области. Перед стартом сезона мои коллеги, журналист Олеся Кокина и оператор Евгений Зыков побывали на знаменитых госконюшнях. Архангельские госконюшни основаны 74 года назад. Идейным вдохновителем в июне 43-го года выступил Семен Михайлович Буденный. Знаменитый военачальник предложил организовать селекционное предприятие в Вельском районе Архангельской области. Основную ставку делали на орловских и русских рысаков, но изначально занимались также разведением русских и владимирских тяжеловозов. За всю историю существования нашей конюшни таких наград более 70. То есть предоставлены, что удалось сохранить из архива, изъять и показать народу, то есть все, что начинается с российских соревнований, наши лошади приносили эти кубки. К слову, кубки приносят и сейчас. Секрет успеха в коллективе здесь работают беззаветно влюбленные в свое дело люди. Людмила Смолина впервые попала на госконюшни шестиклашкой в 84-м году. С тех пор все свое свободное время она отдает лошадям. Ежедневные тренировки надежный партнер Акбар переносит стоически. В прошлом году он вместе со своей наездницей стал первым в областных соревнованиях по конкуру с высотой препятствий свыше 100 сантиметров. Спорт – это спорт двоих. И без лошади же ничего не будет. Но в основном, конечно, это очень сильная любовь к лошадям, к этим животным. Гарциозным, красивым, сильным животным. Это очень тяжелый труд, так и это не лыжи в угол не поставишь, то есть она все равно ухаживает за лошадью, смотреть, чтобы она была здорова. Рядом готовятся к конному походу преемницы Людмилы. На базе комплекса возобновили работу секции конного спорта. Кристина Воронина занимается в ней уже больше трех лет. Ее верная спутница – лошадь Глюкоза. Маму привела покататься, а потом как-то сама. Сейчас в Хорошевском комплексе шесть конюшен и 127 лошадей. Пока молодняк в тубуне пасется на свежем воздухе, руководитель предприятия хвастается племенными журебцами. Орловские рысаки из Архангельской области – своеобразный знак качества. Как я и говорил, наша гордость – любовь. Типичная для орловца серая в яблоках масть. Ласковые, хорошие парни, трудолюбивые. Андрей Перетягин говорит, что лошади, выращенные в Хорошевском, зацелованные, оттого ласковые, любознательные и контактные. Уильям Фолкнер говорил, что сложно отыскать человека, в чьей жизни, памяти, испытаниях и личностных пристрастиях не нашлось бы места лошади. Это Венера. Свои 22 года каждый день. Она на ипподроме занимается с ребятками, у которых есть особенности развития. Ипотерапия помогает им социализироваться и преодолеть те жизненные испытания, которые навлекла на них природа. Перинатальный центр в Архангельске откроют грядущей осенью. Об этом заявил генеральный подрядчик. Стоимость всех работ составляет около 3 миллиардов рублей. На сегодняшний день завершено строительство восьмиэтажного здания, переходы к областной больнице и подключение ко всем инженерным сетям. В настоящее время идет отделка помещений. На главном медицинском объекте области трудятся в две смены 240 человек. Параллельно проходят конкурсы на поставку и монтаж медоборудования. Открытие перинатального центра позволит создать 617 рабочих мест. Уполномоченный по правам человека в Архангельской области открыла горячую линию для молодежи. Звонки будут приниматься с 26 по 30 июня с 10 до 13 часов по телефону в Архангельске, номер которого на ваших экранах. Вопросы можно задавать самые разные. Обеспечение жильем семьи, трудоустройство молодых специалистов и многие-многие другие. Кроме того, уполномоченный по правам человека проведет открытый прием молодежи. Он пройдет 27 июня с 14 до 16 часов по адресу город Архангельск, площадь Ленина, дом 1, кабинет 210. От идеи к проекту в Новодвинске открыли первый арт-объект «Я люблю Новодвинск». Такие конструкции есть сегодня во многих городах и районах, в том числе в Архангельской области. Стелла «Я люблю Новодвинск» не просто арт-объект. Это история о том, как проект по технологии учеников второй школы стал украшением города. Соавтор детей – их учитель Александр Беляков. Очень переживал, потому что вот плиточки поставили, на завтра уже одну разбили. Вот это было очень. И очень боялись за погоду. Самое главное, чтобы не портили ничего. Конечно, мы будем это все следить, будем подкрашивать ежегодно. И хотим вот еще благоустроить, тут вот елочки посадить хотелось бы. Вот. Помогут нам, так сделаем. Стелла «Я люблю Новодвинск», сделан из металла. И скоро это будет не единственный арт-объект. Подобный только в большем масштабе появится при въезде в Новодвинск. Его установят в честь 40-летнего юбилея города, который отмечается в этом году. В Архангельске продолжается фестиваль уличных театров. Гости из Колумбии, Дании, Франции и Аргентины. В прямом и переносном смысле зажигают огни на улицах областного центра. Анна Рязанова побывала на выступлениях цирка «Зигзаг» и музыкальной группе «Джипси Пикс». И вот ее наблюдение. Наша группа называется «Джипси Пикс». Вот такими бурными овациями зрители встречают зажигательных музыкантов из Франции. Группа «Джипси Пикс» выступает на фестивале уличных театров в Архангельске впервые, но чувствует себя в столице Поморья, как дома. Архангельск навсегда в моем сердце. Он превосходен. Эта дружная команда вместе уже больше десяти лет, поэтому совсем неудивительно, что друг друга музыканты понимают с полуслова. И это буквально так. В разговоре и даже в композициях собственного сочинения артисты используют выдуманные слова. Музыка разных жанров исполнения и гостей, пропитанная атмосферой любви, энтузиазма и неподдельной доброты, не оставила архангельских слушателей равнодушными. Очень здорово. Для нашего города это праздник. Среди коллективов и цирк «Зигзаг» из Аргентины необыкновенные фокусы артистов заставляют смеяться не только самых маленьких зрителей, но и их родителей. Я думаю, что самая важная вещь в нашем деле – это веселиться. Если нам весело, значит и все вокруг будут получать удовольствие. Поэтому перед тем, как мы начинаем шоу, у нас есть маленькая особенность. Мы играем в игру, и затем все наше представление становится игрой. Шоу в самом разгаре. Диабола, кегли, шары и горящие факелы для жонглирования. Представление захватывает и не отпускает. Заводят публику. Очень искренние ребята и очень непосредственные. Очень нравится. Заканчивая выступления, артисты не прощаются. Впереди еще два насыщенных дня. Зрители Архангельска смогут насладиться представлениями российских коллективов, а также гостей из Колумбии и Дании. Анна Рязанова, Ольга Красулина, Архангельское телевидение. Информационные итоги сегодняшнего дня уже в 19.20 на телеканале ТВ-Центр. Дождитесь нас.